Добрый день всем! Сегодня у нас 10 июня 2022 года и сегодня я готовлю мидии. Ну и как, наверное, обещала, может быть кому-то интересно, как мы готовим мидии. Я так все приготовила, как я, конечно, процесс показывать не буду, что я делаю. Я просто скажу ингредиенты и в каком порядке я эти мидии готовлю. Для этого, конечно же, мне понадобится, я готовлю на подсолнечном масле, белое вино для приготовления мидии, остренькая какая-то приправа, наверное, так сказать, лук. Я вот уже порезала его лук, один чесночок, большая кастрюлька. Ну и можно приготовить еще и на гарнир фрит, картофель фрит. Вот и все. Картофель фрит уже готовится, это не я его купила замороженный и сама лично положила в фритюрницу. Ну вот так. Может что-то другое, но мы с фритом едим, как традиционно французы так едят даже и в ресторане. Ну естественно и муль, мидии. Вот у меня, я просто покажу вам, видите, они какие сырые мидии. У меня их здесь, в общем-то, 2 килограмма. Я просто ста насыпала, чтобы удобнее было показать, а не в пакете показывать. Вот такие симпатичные мидии, которые выросли в нашем регионе. Такие вот они хорошенькие, очень вкусные. Ну вот, я вот эту большую кастрюлю сейчас нагрею, да, туда добавлю немного, ну и очень много масла. Можно, кстати, на оливковом масле, тоже очень вкусно. Ну, Жанюк почему-то любит на подсолнечном, так привык. Хотя я бы его и на оливковом. Но это делаю, он и не замечает. А вот. Дальше. Туда я добавляю, обжариваю лук. Потом режу мелко чеснок. Чеснок обжариваю, естественно. Да, кстати, можно еще сухой, или даже не сухой, а свежей добавить персиль, петрушку. Свежую даже еще лучше, но я добавлю, у меня нет свежей, я забыла купить. Я добавлю сухую петрушку. Потом я складываю, когда немножечко поджарю, лук, чеснок. И добавлю немного вот этого остренького, остренькой приправы немножечко. Потому что она будет горькая тогда. Солить ничего не надо, перчить ничего не надо. Дальше я добавляю и обжариваю в этом масле, в этом чесночно-луковом, вот в этом вот обжарке, я добавляю все мидии. Мидии я прожариваю. Дальше я добавляю вино. В это все как бы, ну, закрываю крышкой, все это варю. Я так поглядываю, смотрю, долго варить не надо, но я уже на глаз. Я время не считаю, время я не знаю. Все, все готово. Потом мы ставим на стол, прямо вот целую кастрюльку ставим на стол. Берем, как, знаете, для пельменей, такие с дырочками, как это, половник, наверное, да, называется. Ну и накладываем в тарелочки глубокие. Только надо не забыть поставить на стол еще какой-то, ну, пакет или какую-то, какую-то тарелку для того, чтобы складывать вот эти вот, знаете, вот эти вот, вот эти твердые части мидии. Ну вот и все. Приятного аппетита. Потом прикреплю то, что у меня получится, тарелки. В две тарелки я обычно складываю, вот такую глубокую я складываю сюда мидии. А обыкновенная плоская тарелка у нас, это под картофель фри. Вот я люблю так, чтобы не путать, не мешать. Приятного, как говорится, аппетита. Потом прикреплю все, что у меня получится. Пока-пока и до конечного видео. Ну вот, что у нас и получилось. Видите, вот это, ой, камера пляшет. Вот это так получились у меня мидии. Вот это у меня картофель фри, видите, тарелочки по тарелочкам. Здесь у меня для Жанлюка вот хлеб. Кетчуп немножко я положила. В общем, вот такое, вот такое вот... Мы приготовили пакет для того, чтобы выбрасывать вот эти вот чешуйки от этого, от мидии. Ну и, в общем, килограмм мидии у нас теперь стоит 3,86, что ли, он сказал. Но это уже готовый к... Вот он сделал здесь пакет, чтобы выбросить наши вот эти чешуйки. В общем, 3,80, да, где-то примерно так, я скажу, стоит вот этот вот, вот эти мидии килограмм. Ну, 2 килограмма у нас, потому что мы уже 2 килограмма съели раньше. Видите, как вкусненько получилось, пахнет изумительно. В общем, это сангрия моя. Приятного всем аппетита. Спасибо за внимание и пока-пока. Спасибо.